здравствуйте друзья здравствуйте коллеги благодарю вас за то что вы пришли чтобы познакомиться прекрасным методом для оздоровления и я хотела бы чтобы вы не только познакомились с этим методом но и попробовали применить его в жизни этот действительно очень эффективный вполне самодостаточный и он позволяет очень много сделать когда мы говорим о фитотерапии то представляем себе что есть какие-то травы есть какие-то споры может быть приходит на память сборы желчегонные мочегонные отхаркивающие ну пожалуй все что приходит в голову обычному врачу незнакомому с фитотерапией и очень часто люди в семьях которых практиковали и заваривали чьи из трав больше чем врачи или специалисты которые занимаются оздоровлением о том ресурсе которые несут травы методика с которой я хотела бы вам познакомить а любой метод он всегда основан на методике нельзя просто взять иголки начинать их ставить нельзя просто взять таблетки изучить справочник кармацевтический и начать давать эти таблетки нельзя просто заучить какие-то упражнения и оздоравливать человека с помощью лечебной физкультуры в основе всего идет методика то есть нам важно знать что мы делаем что мы хотим получить на выходе я занимаюсь фитотерапией под руководством Михаила Викторовича Гордеева уже 15 лет и возможности метода для меня тоже открываются с каждым годом все больше и больше если сначала я видела фитотерапия какое-то волшебное средство для того чтобы люди могли получить облегчение в недугах то теперь я вижу фитотерапии гораздо больше средства которое помогает нам сформировать здоровую личность ни больше ни меньше мне похотелось заинтересовать вас и я приготовила для вас презентацию которой я вам расскажу о 13 растениях которые обладают удивительными свойствами и если вы прочтете о них в любом из фармацевтических справочников или в книгах то увидите совершенно огромный набор свойств этих растений но растения так не работают они знают как им сработать и срабатывают на каждом человеке по-своему если ему нужно это действие они его проявят если им не нужно это действие то они они его проявлять не будут у меня поднята рука о galaxy ab вы что-то хотите спросить наверное случайно и вот я хочу вам рассказать о 13 любимых травах травах травника гордеева под руководством которого наша группа фитотерапевтов работает в разных городах россии уже больше двадцати лет вот михаил викторович кардеев у себя на родине в красном ключе и башкирии он автор всех наших оригинальных сборов и в основе рецептуры каждого из этих сборов лежит та методика которую я вам сегодня намерена рассказать мы называем нашу методику методом интеллектуальной терапии и мы предполагаем что когда к нам обращается пациент или человек который хочет попробовать что же может принести китотерапии в его жизнь мы предполагаем что этот человек будет участвовать он будет понимать как действуют те или иные травы и наблюдать за тем что с ним происходит и вот цель которую мы ставим перед собой конечно же на первом этапе это помочь человеку избавиться от тех недугов которые у него есть но в дальнейшем если китотерапия это тот метод который человеку нравится и он ему следует он увлекается травами то в дальнейшем метод позволяет выстроить ту личность которая по каким-то причинам не могла проявиться в течение жизни по многим причинам и у нас есть для этого средства которые обозначают некоторые направления по которым мы работаем с организмом человека с помощью трав это восстановление эффективного мозгового и общего кровотока это восстановление баланса нервной системы восстановление пищеварения и рекомендации по образу жизни да у трав есть свойство менять настроение и у трав есть свойство менять программу мозга мы считаем что человек здоров или не здоров из-за того что такая программа мозга и как бы мы не ухаживали за собой как бы мы не оздоравливались какие бы средства мы не применяли но нам нужно и важно поменять эту программу мозга чтобы изменить ситуацию в целом как вам известно у нас в голове три жидкости это артериальная кровь которая превращается в венозную кровь и это лигвар который находится в черепно-мозговой коробке и который определяет функционирование мозга так же как и кровь мы поэтически относимся к этим жидкостям со своей точки зрения как фитотерапевты и поэтому от артериальной крови мы считаем зависит все очень позитивно это вера надежда любовь здоровье активность хороший иммунитет и допустим чем больше и лучше идет кровь правое полушарие тем человек смелее интеллектуальнее и предприимчивее но есть беда артериальная кровь превращается в венозную кровь и если у нас имеется наличие препятствий для венозного оттока то человек не может проявить всю свою энергичность ум и хорошую память при интеллектуальной нагрузке такой человек будет испытывать ограничения он может быть и хотел бы сделать больше больше лекции прочесть или больше книг прочесть больше узнать больше языков улучшить больше работать но не может он устает устает и у него начинает болеть голова или испытывает он какие-то неудобства в своих ощущениях и вот если много венозной крови скапливается то у человека проявляется иная картина он говорит надоело не знаю не буду и проявляются такие черты характера как упрямство мнительность ревность и вот если у нас баланс этих жидкостей в голове крови и ликвора смещается в сторону ликвора то такой человек будет находиться в унынии печали и он будет часто лить слезы причем не только по поводу но и без допустим когда смотрит сентиментальные фильмы или слушает какие-то трогательные рассказы или вообще у него часто наворачиваются слезы поэтому в нашей методике первое это продиагностировать и изменить соотношение артериальной венозной крови и ликвора в голове и вы спросите ну наверное это слишком сложно нет это не сложно мы разработали специальный опросник по жалобам и по тем моментам которые определяют мозговой кровоток мы считаем что достаточно эффективно определяем эту ситуацию на основе характеристик сна психоэмоционального статуса и характера работоспособности в течение дня мы естественно пользуемся дополнительными методами диагностики и для нас они несут подтверждающую информацию того что та диагностика которую мы производим с помощью пульса и при помощи опроса она эффективна и показывает достоверные сведения итак первая трава первая волшебная палочка без этой травы ни один умный человек не может позволить себе взять умственную нагрузку такую какую он мог бы взять в условиях прекрасного венозного оттока это трава первоцвета вот этот первоцвет называется первоцвет крупночашечковый он растет на урале в других регионах он растет другие виды и они не работают так вообще уральские травы с которыми мы работаем на основе которых производится наши сборы это особые травы дело в том что существует так называемый уральский феномен на урале это древние горы они уже распадаются и они отдают все минералы вовне для нас характерно что животные которые населяют уральские горы они не нуждаются в солончаках состав почвы идеально сбалансирован по минералам и вот те растения которые произрастают у нас они другие если привычно нам некоторые растения считать ядовитыми или сильно действующими благодаря высокому содержанию алкалоидов то на урале как ни странно эти же растения не показывают вот этих свойств то есть у них содержание алкалоидов в норме они не ядовиты у нас и это позволяет нам включать в работу некоторые травы о которых я и сегодня расскажу и покажу вам которые какие-то терапевты в других регионах использовать не могут помимо этого очень важно чтобы трава была сильной по действию а это возможно тогда когда трава растет в дикой природе в условиях достаточно сурового климата когда длинная суровая зима и короткое лето и растению отпущен короткий срок для того чтобы оно могло прорасти создать семена и уйти на покой зная что род продолжил вообще для фитотерапевтов характерна такая пословица что наши травы они хотят чтоб мы жили почему ну допустим подорожник подорожник вот и мы знаем что он переносится благодаря тому что мы ходим по тропинкам и семена подорожником лепают на наши пятки мы разносим это растение оно везде растет и таким образом мы способствуем его произрастанию так вот травы они действительно заинтересованы в том чтобы мы жили это очень удивительные инструменты для оздоровления но мы с вами первоцвет используем для того чтобы улучшить отток венозной крови она нам очень нужна она должна у нас накапливаться но если она не будет накапливаться то у нас одаревает мощная сонливость и вот те кто долго не может заснуть и спать не хочет до 11 часов до 12 часов ночи а иные до часу до двух ночи они получат облегчение и наверное это будет приятным сюрпризом они захотят спать и их сон будет достаточно долгим и еще второе применение этой травы при венозном застое когда вы долго работаете перед компьютером и вы или занимаетесь каким-то интеллектуальным делом и вы устаете у вас голова перестает соображать и вот тогда одна-две чайные ложечки первоцвета заваренного просто так и выпитого настоять можно минут 15-20 а можно сразу выпить тоже будет работать потом второй раз залить и тоже будет работать даст вам возможность продолжить свою умственную деятельность достаточно легко и вот что интересно то что устраняя венозный застой мы устраняем также сомнения ревность а потенциале развития таких вещей как геморрой и варикозная болезнь которые тоже очень тесно по нашему мнению связаны с венозным застоем для человека у которого нет страданий по поводу венозного застоя но его тоже можно мотивировать тем что мозг перестает сомневаться в успехе он нацеливается на успех и вот девиз этой травы с верой без сомнения следующая трава которую я хочу рассказать это необыкновенная трава это трава шикши шикша это трава от уныния трава которую мы применяем когда видим что у человека возможно есть нарушение ликвардинамики и вот трава шикши ее второе название дорогая трава или черная трава в обычном учебнике или в любом из руководств по фитотерапии вы прочтите что это мочегонная трава но эта трава имеет отношение именно восстановлению ликвардинамики она удаляет лишнюю воду из головы когда это происходит наиболее явно когда человек понимает что не может развиваться при умственной нагрузке начинает болеть голова и вот понимаете в черепной коробке вот места мало есть мозг и есть жидкость вот такую парадигму предлагаю представить и в этом случае когда ликвардин больше крови соответственно меньше и голова она не может проявить все то что она может проявить когда мы немножечко наладим ликвардинамику а вот теперь мы вернемся к предыдущей траве это наша любимая трава ее девиз радость без страха это трава которая улучшает артериальный приток голову про нее вы тоже много прочтете и вы прочтете что о ней древних российских русских травниках упоминалось она упоминается под видом голубийная трава и вот эта трава она необходима при спазмофилии при головных болях в области висков и передней части головы при мигрених при спазмах когда до тошноты до рвоты крови поступает в голову мало и вот это бывает удивительно наблюдать как исчезает предминструальный синдром как исчезает агрессия когда человек становится решительным благодаря использованию этой травы ведь многие из нас не знают какими мы могли бы быть и вот когда мы наводим порядок и мы не используем сосудоукрепляющие средства или кроворазжижающие средства или желчегонные средства или успокаивающие средства мы не пользуемся этими травами для того чтобы восстановить желание мозга управлять нашим организмом и вот мы с вами добились того что голова захотела мозг почувствовал что он накормленный что он сильный ему комфортно и он может жить и вот здесь сейчас я найду эту траву которую я хочу вам сейчас показать вот она недоспелка мы используем четвертую волшебную палочку и эта трава она скорее всего вам не знакома она редко используется фитотерапии неизвестно но эта трава по трактату джудши она называется сшивает разорванная она служит для того чтобы мозг захотел и смог управлять висцеральными органами ну для нас для специалистов работающих с телом понятно что наверное это имеет отношение блуждающему нерву потому что именно по нему идет сигнал от мозга к внутренним органам тот сигнал который позволяет органам чувствует себя хорошо внутри нас вот эта трава помогает соединить мозг и тело и вот теперь сейчас мы вернемся так вот удивительная трава и используем мы листья и используем корни корневища дягеля и вот это единственное зонтичное растение у которой зонтик это такой вот круглый шар удивительное растение широко известно в традиционных медицинах и в китайской и в тибетской и в аюрведе применяется под видом дудника дудник это растение удивительно тем что оно еще называется медвежья трава когда медведь встает из перлоги после зимней спячки и он всю зиму провел без питания без движения каких-либо органов пищеварительных то он очищается с помощью дудника он его вырывает и ест ест до тех пор пока он не прочистит все свои ходы в печени не удалит застоявшую застоявшуюся желчь вот такое-то удивительное растение очень сильное по нашим наблюдениям оно восстанавливает перистальтику всего желудочно-кишечного тракта восстанавливает как часы работу желчеводящих путей ну а кроме того мы заметили что эта трава она работает и на уровень выше она работает на уровне мулька таким образом чтобы мы достигли результата и если это физиологии то это будет тот менструальный цикл во время которого будет происходить овуляция это будет такое пищеварение что энергия пищеварения будет достаточно для того чтобы переваривать пищу если сон то он будет без кошмаров дяги это энергия результата это замужество рождение детей воспитание то есть человек знает зачем ему надо влюбиться зачем ему надо жениться зачем ему надо родить детей и он понимает в чем смысл его жизни дягиль дает нам команду марш вперед и вот девиз дягиля точно и вовремя и вот это растение подмаринник цепкий а мы пользуем еще подмаринник настоящий восстанавливает жизненную энергию часто спрашиваем детей жизнь интересная они говорят интересная а тебе хватает энергии для счастья не очень и вот одна девочка она нарисовала картинку актрисы и радостные шарики это радостная жизнь да а где ты а меня тут нет и вот это о проблеме с почками с надпочечниками трава подмаринника поддерживает в ночное время работу по выработке нурадреналина а нурадреналин поддерживает сосуды в тонусе и стимулирует работу сердца а также направляет ее ночью во внутренние органы и органы восстанавливаются исчезает проявление вегетососудистой дистонии исчезает мотание крови внутри системы циркуляции чем нам не нравится вегетососудистая дистония раньше мы называли ее нейроциркуляторной дистонии кровь делает вид что идет на самом деле до них не доходит и вот подмаринник подмаринник настоящий подмаринник цепки подмаринник топиной без этих травок организм не сможет осуществить программу мозга женщина не родит ребенка она скажет а на что его рожать на страдание на эту вот жизнь и эти вопросы будут звучать в ней просто потому что у нее такая физиология они отрабатывают надпочечники и слабые почки поэтому подмаринник у него есть девиз любить жизнь и жить долго одна из любимейших наших трав это чернобыльник и ее девиз я люблю быть мамой много-много раз и я всегда молода как вы уже поняли эта трава она находится в сборах женских во все периоды жизни в тетородном периоде и тогда когда женщина переступает порог тетородности и оказывается в новом периоде своей жизни когда ей тоже нужен гормональный баланс когда нам нужно чтобы наша жизнь была полна теми красками которые придают ей половые гормоны это полы обыкновенные ну самая обыкновенная артемизия вульгарис поэтому она всегда должна быть в нашей домашней аптечке это удивительная трава она еще можно такой девиз ей придать все в дом и у мужчин и у женщин она увеличивает результативность нести добро в свой дом в коллектив в страну ее надо нашим руководящим работникам пить тогда они будут более любвеобильны и эта трава обладает выраженным гонадотропным действием а человек такой который пьет чернобыль становится заботливым но забота не только на красоту внешнюю человек начинает сам за собой ухаживать лучше если это женщина она начинает красиво одеваться ухаживать за собой она позволяет выделить себе то время которое восстанавливает ее силы для того чтобы она всегда была прекрасна и помимо этого человек становится результативным естественно при употреблении чернобыльника увеличивается и настроение улучшается и смысл жизни и про чернобыльник надо сказать что он увеличивает уровень фолликулостимулирующего гормона он улучшает овуляцию она становится яркой и для женщины в женских спорах эта трава дает акцент я хочу замуж я хочу мужа я хочу рожать и она полезна и мужчинам у которых чрезмерно развита самость или самет налево ходит в этом случае чернобыльник очень хорош а вот есть другие мужчины диванные мы их называем они с мамой живут вдвоем не женится никогда а если мама найдет им мужа жену простите то они не сопротивляются и начинают также служить жене излишне заботливо если это мальчик он может играть с девочками в куклы он пухленький он покладистый он никогда не спорит но для мужчины важен кураж напор эффективность энергичность пробивные качества и то что он будет для женщины каменной стеной надежным человеком это трава и рудки мужество и ответственность ее девиз у нее используются незрелые семена вот сейчас как раз у нас на Урале юрутка зацветает беленькие цветочки она повсеместно растет маленькая травка и вот обратите внимание семена тут зреют вот как раз в таком виде мы ее собираем по форме эти семена как простата две полулуны и поростка вот эти незрелые семена совершенно меняют мужской характер и вот женщина это чувствует и понимает что находится за каменной стеной и сама становится мягче и женственнее потому что когда человек мягкий мы считаем что это связано еще и с уровнем пролактина вот этот пролактиновый характер он определяет мужчине такую заботливость мягкость вежливость женщине это сначала нравится но потом ей это надоедает и она становится невольно жесткой потому что она должна управлять семьей и вот она берет на себя эту нагрузку которую несет заботливый мужчина и ее подсовночник когда проседает она устает поэтому мы очень часто даем ерунку маленьким мальчикам пухлякам которые любят играть в куколки но из которых никогда не вырастет защитник в семье и надежный муж добытчик достигатор и вот следующая волшебная палочка не дунится везде свежий воздух говорят гипоксия душно одышка ноги открывают форточки на ночь потому что не могут хорошо себя чувствовать без этого или они заходят в помещение говорят ну душно невозможно вот есть люди которые не замечают духоты а есть те у которых это действительно очень большая проблема и вот этим заведует трава медуницы по нашим наблюдениям она улучшает работу дыхательного центра действует на мозг и легкие начинают работать эффективно и вот мы образно говорим легкие дышат из правого желудочка кровь легкие поступают по малому кругу при кислый газ выходит кислород соединяется с гемоглобином как загруженный грузовичок образуется оксигемоглобин и везет в клеточки клеточки разгружаются кислород забирают митохондрии вырабатывает ктф нашу энергию так вот благодаря медунице ее особого механизма работы в теле человек становится энергичным и ему требуется меньше воды соли у него улучшаются метаболические процессы легкие лучше выделяют шлаки лучше усваивают кислород и вот если допустим человек не ходит в баню для того чтобы регулярно очищаться то заменить это может только медуница на медунице легкие начинают работать очень хорошо вот такая вот эта удивительная трава она уже наверное сейчас в самом расцвете или уже угасает по цветению это такие необыкновенные синие цветочки их кстати сказать используют в салат замечательные красивые цветы и вот живокость очень интересная трава ее девиз всегда готов без напряжения на рисунке вы видите живокость высокую мы используем живокость полевую живокость высокая мы ее осторожно используем не больше половины столовой ложки в сутки она убирает мышечные спазмы и как мы рассуждаем в результате нашей жизни мы приобретаем опыт в том числе всякие боли травмы болезни зубные боли и вот эти вот боли они с нами остаются память не о них остается мы когда-то ходили в лес ударились о пенек вот мы ударили коленку она потом болела у нас долго и мы не ходим в лес потому что подсознательно мы можем думать что мы пойдем в лес опять ударим коленку и лучше мы не пойдем туда или пошел на речку порезался стеклом и до сих пор ногами имеет и вот неосознанно мы начинаем свою жизнь планировать так чтобы обойти вот эти вешки которые создает наш жизненный опыт этот опыт он негативный опыт и мы удлиняем свои маршруты и наши дела которые можно сделать быстро растягиваются на большое время и тогда человек начинает говорить я не успеваю это сделать и вот тогда мы даем живокость полевую замечательную траву которая позволяет убрать из мозга память о страхе перед физической болью вот такая удивительная трава ей пару природа дала траву синеголовника мы его тоже знаем под названием чертополох считается хорошим тоном высушить это растение и иметь дома какой-то букетик где-то может быть приколотой из навески или над порогом просто так примерно так же работает как живок как живокость но синеголовник убирает страх от перенесенных психологических проблемах которые тоже доставляют нам невольные неприятности я ходил то место там меня не встретили ласково меня там обругали или ребенок пошел в детский садик да там его кто-то тапком стукнул вот он не ходит в садик он не хочет туда ходить или он чего-то испугался когда принял куст какое-то громадное животное и с тех пор он не ходит туда и вот тоже появляются вешки но эти вешки со знаком стоп от страха оскорбления и обид и вот представьте себе что к 60-70 годам вся жизнь в вешках и человек сидит и думает как пойти чтобы не упасть или как пойти чтобы не нарваться на грубость и вот я за день делаю столько сколько раньше за час и тогда мы даем ему пить траву живого кости и сенеголовник и эти вешки стираются и вместо этого психика устроена так что наконец-то проявляются иные вешки руку засунул в барабан и вытащил счастливый билет выигрыш пошел в лес а там огромное количество белых грибов жизнь меняется и человек уже живет не в предвкушении каких-то страхов а в предвкушении радости и он успевает все вот что может сделать фитотерапия она может сделать так чтобы человек сделал все дела и еще остается время на самого себя мы считаем что наши полушария левое и правое это наши возможности и наши планы это видно по пульсу на правой руке и на левой руке и если они сгармонизированы эти пульсы то человек делает все что планирует а если у нас разные пульсы то либо наши планы не соответствуют нашим возможностям либо мы делаем это не имея перед собой никакого плана и вот юзник это удивительная трава удивительная уже двенадцатая наша волшебная палочка она называется умиротворение безупрек это трава смирения трава которая убирает аутоименные процессы она совершенно исправляет характер человека ему начинает нравиться абсолютно все что человек становится миром в мире ему нравится все в мире он принимает он принимает тот факт что в жизни нет ничего плохого и если не хватает чего-то хорошего то тот человек который пьет юзник он принимает это как хорошо как это может быть ну допустим я пошел в лес за грибами хотел набрать грибов в большую корзину а набрал на литровую банку и вот такой человек он придет и скажет ну классно сходил набрал же на литровую банку а как хорошо было как я отдохнул надышался находился сколько красиво увидел пойду еще вот эта трава зюзника ночью переворачивает человека на правый бок с правого бока на спину простите и это настоящее вот тогда человек все успевает на правом потому что если человек спит на правом боку то сосуды слева будут иметь большее кровенаполнение и тогда уменьшаются планы будут до сильного уменьшения планы если не пьет человек зюзник попадет он на рыбалку и спланирует поймать десять рыбок а поймает две и вот мало это ему а если пьет зюзник и другое отношение он скажет ну две рыбы поймал ну это же просто замечательно я опять-таки так классно провел время такие фокусы с нами проделывает наш мозг и такие фокусы проделывают травы с нашим мозгом и вот теперь еще одна волшебная композиция из трав которые называют кардиотониками история знает что кардиотоники без них жить невозможно и невозможно вылечить ни одно сердечное заболевание они были незаслуженно убраны даже из медицины в виде медицинских препаратов и вот наконец их реабилитировали потому что это замена кардиотониками у нас есть любимый сбор он так и называется сердцу вал построен он из василизника адониса и ландыша это трава которую если выпить ее перед сном перевернет человека с левого бока и он не сможет спать на левом боку а если он спит на левом боку то он утром чаще всего просыпается уставшим а еще он тогда может отказываться от продуктов животного происхождения и потом вынужден перевернуться и жить он будет сильнее сердце будет работать сильнее диастола будет дольше сердце более мощно будет выплескивать кровь кровяное русло а сам человек будет становиться сильнее и слабого малорезультативного человека можно вылепить человека сильного деятельного результативного и без проблем с физическим здоровьем потому что это не просто кардиотоник но еще и травы которые меняют баланс между полушариями в сторону большей деятельности вот такие возможности менять человека есть люди генераторы идей но деятельность перепоручают другие вот если такие люди будут пить кардиотоники то они смогут сами притворять свои проекты в жизни это трава для бодрой энергичной деятельности вот моя презентация она закончилась и я бы хотела услышать от вас вопросы была бы очень рада от вас услышать вопросы здравствуйте очень рада вас видеть прям счастлива давно собиралась к вам на всякие семинары я живу в москве и мои самые самые любимые травы это вот с тверской 12 где ваша лавка гордеева она такая самый катет метров я считаю вы знаете такой вопрос я к сожалению поздно включил я включила с дягеля наверное что-то я пропустила там в начале но очень надеюсь что запись как-то будет я хотела бы спросить кардиотоник сколько его можно пить по времени какую дозировку дозировку подбираем индивидуально в среднем доза будет 1-2 чайные ложечки на ночь и все да спасибо а завариваем как в термос просто или как в чай в термос не завариваем мы травы мы травы завариваем кипятком и оставляем на какое-то время причем травы можно пить сразу и любой лечебный сбор тоже можно пить как чай сразу он отдает тогда свою ароматику в первую очередь а потом когда мы дозавариваем он будет отдавать и другие свои удивительные свойства и качества его можно долго пить это зависит от того зачем вы его пьете то есть если вы пьете и вы чувствуете себя результативно и у вас все хорошо у вас хватает сил на все вот у вас не бывает приступов такой внезапной слабости днем физической немощи то в этом случае вы просто подбираете себе нужно вам или не нужно ну мне нужно потому что у меня еще к тому же гипотериоз да вдобавок ко всему да поэтому это удивительно да как легко травы справляются вот с этими вещами хорошо спасибо вам большое в начале вот как то вот вы можете хотя бы перечислить да еще благодарна первый раз слышу как травы знаете как вот передают с девизом вот что у травы есть вот такое вот призвание да дело в том что когда раньше вот я же закончила медицинский институт и ушла сознанием почечного чая и дыхательного чая в общем-то все что я знала на тот момент вот когда пыталась изучать травы то удивлялась ну действительно здорово читать да и то может и все может и пятое и десятое вот все а как вот это все сдвинуть да с места как определиться что зачем применять как себе составить сбор вот я вам дала сейчас вот эти 13 трав и дала краткую характеристику и вы можете почувствовать что вам откликнулось в этих характеристиках вот и первые три травы которые я говорила это трава основные это травы которые мы применяем практически все время которые помогают нам приспособиться и к стрессам и по ниженному атмосферному давлению и по выженному атмосферному давлению и вот эти травы это первоцвет это дербейник это шикша они позволяют нам сбалансировать ситуацию в головном мозге они позволяют нам накормить мозг чтобы он себя чувствовал хорошо потому что если мозг будет себя чувствовать нехорошо он будет всю регуляцию в организме производить таким образом чтобы в краткосрочном плане ему было хорошо ему плевать что будет происходить потом с ним то есть он что будет делать он будет либо сгущать кровь либо он будет повышать уровень сахара крови только чтобы заполучить то количество артериальной крови которое ему нужно для того чтобы сохранить свою энергоспособность мозг это затратное существо в нашем организме юли а вот людям которые совсем глубоко в преклонном возрасте там после вот восемьдесят восемь лет девяносто лет у меня таких есть несколько знакомых конечно они наиболее уязвимы вот для вообще условия жизни у них свой метаболизм но иногда хорошая жажда жизни если жажда жизни это про надпочечники то значит надпочечники хорошо работают люди пожилые сейчас да вот которым за восемьдесят за восемьдесят пять это люди духа вот по моим наблюдениям то есть они дожили да они пережили очень сложные времена они пережили вот либо войну либо послевоенные обстоятельства то есть жизнь их была ну предельно жесткие условия ставила если они прожили значит им было чем жить и вот для них для того чтобы они могли себе помочь мы тоже даем им средства которые их поддерживают и это могут быть средства и сосудистого характера типа арники который мы считаем лучшим сосудистым средством и споры которые позволяют им сохранить активность нейронов не слишком глубоко не вмешиваясь в процессы внутренние просто поддерживая такие вот травы как таволга и такие сборы как у нас вот есть сбор витамина для мозга которые позволяют себе при бы не меняя ничего тем не менее повысить устойчивость нейроны гипоксии то есть мозг будет функционировать несмотря на что спасибо хорошо ну и прочее конечно потому что вот такой самый удивительный сбор наш он позволяет нам проводить регенерацию тканей и вот мы его создавали для того чтобы поддерживать людей с остеопорозом а потом использовали уже более унифицированный такой модифицированный сбор для проблем при асептическом некрозе головки тазобедренной кости вот он показал тогда хорошие результаты то есть в кости проявляется действительно действие остеопластов остеопластов разрушенная кость за 3 недели начинает восстанавливаться вот это удивительные вещи которые дают нам травы они удивительные а вот что касается зюзника то по большому счету кроме гормонов у нас как у медиков ведь ничего нет для того чтобы снять аутоиммунную реакцию я имею ввиду медикаментозную вот а травы могут это сделать и они это делают и вот зюзник он допустим при том когда мы даем его людям страдающим ревматоидным артритом или другими аутоиммунными серьезными поражениями он великолепно работает он уменьшает реакцию организма на вот этот повреждающий агент организм ведь он как мы же болеем не от того что агент повреждающий сильно от того что организм реагирует так бурно мы называем такой иммунитет агрессивным или мы его успокаиваем в этом случае то есть вот эти вот понятия они в нашей практике присутствуют мы определяем какого типа иммунитет то ли он ослаблен то ли он нормален то ли он возбужден и он тогда будет разрушать организм вот трава зюзника она как раз великолепно успокаивает иммунитет и убирает и при аллергии наверное тоже хорошим да да если аллергия же это тоже как бы начальные проявления так скажем аутоиммунного процесса да мы называем это гиперчувствительностью то есть если по слоям идти да сначала это может быть легкая гипоксия потом уже хотя у нас вот эти процессы нарушения связанные с синтезом белка они проявляются уже при достаточно небольшой гипоксии вот уже сразу проявляются вот эта сама тенденция и аллергиям и к аутоиммунным реакциям и самое это вот поразительное то что эти процессы их можно не только остановить организм может вернуться в изначальное состояние здоровья если правильно будем понимать то о чем говорит нам организм конечно спасибо вам большое я зюзником познакомилась в прошлом году первый раз совершенно случайно и я его поставила в настойку вот а просто добавляя немножко в чай очень вкусный чай получается да а еще можно даже вот этот вот настойку зюзника намазывать на запястье в области выхода сосудов будет прекрасно работать спасибо слушайте интересно и даже можно на виски наверное на виски можно да вот это очень богатая область вот эта вот фитотерапия она бесконечно богата и вот опять-таки я хочу сказать что здорово что есть вот эта методика благодаря которой мы не просто вот человек приходит к нам да и там у меня то 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 пятое десятое как обычно вот а вот сама постановка вопроса она позволяет себе понять что мозг там не управляет то есть организм остался без управления то есть все пошло наперекосяк вот сначала мы восстанавливаем управление параллельно мы назначаем то что поддерживает функцию органов и систем для того чтобы человек себя чувствовал хорошо жалко что люди камеры не включают это обычная сейчас реакция может устали уже вечер все таки я считаю что когда в глаза все таки это это гораздо эффективнее да здорово да я тоже смирилась уже с этим вот к сожалению да нас уже как держат здесь в заперти но это позволяет зато зато проводить такие чудесные встречи и делиться с теми людьми с которыми ты может быть не встретился бы так потому что надо ехать куда-то да конечно здесь а вы в Уфе сейчас да в данный момент я в Уфе вот скоро я буду в Петербурге в Москве бываете да и у меня вот запланированы две лекции для крайне сакральной академии это лекция посвящена стрессу и посвящена она стрессу в том аспекте что в принципе мы стареем болеем стрессуем по одному и тому же механизму вот и этот механизм он будет лежать в основе всего что с нами происходит и те средства которые мы можем совершенно спокойно принимать замечательно просто чудесно я очень рада что вообще поговорила с вами спасибо это вот будет как раз вот тут так это какая тут реклама у нас июня и второго июня будет лекция посвящена уже сну потому что хороший сон в принципе мало кто может похвастаться великолепным сном то есть так как это было в детстве с нами то есть мы засыпаем мы спим не просыпаясь мы никаких кошмаров и никаких ночных хождений не испытываем мы встаем бодрыми здоровыми сильными с хорошим аппетитом и мы сразу же включаемся в жизнь моментально как дети да я проснулся и я уже живу вот это сон хороший все остальное это стоит лучше хорошо спасибо отсюда уходят уже корни того что будет с нами развиваться об этом интересно говорить благодарю вас спасибо а у вас с младенчиками будет тоже какая-то вот такая лекция для мам с младенчиками потому что там тоже много бывает таких ну дисфункций в принципе это не является нарушение в здоровье это просто нарушение как сказать ну координация чувств да дети удивительно благодарны на фитотерапию они легко идут на нее и дети как ни странно они мы же им стараемся не давать горьких трав раньше во всяком случае мы старались старались вкуснее сделать вот помягче а оказывается нет если им что-то подходит они это начинают как вкусно говорят и пьют вот то что им подходит дети чувствительные они будут очень хорошо чувствовать надо это или не надо вот они очень быстро откликаются у них и прием короткий и дозы маленькие заваривают им очень легко все вот и им обязательно нужно давать потому что многие те вещи которые нашим образом жизни сейчас диктуется и то что происходит с нашими детишками вот они хорошо откликаются на фитотерапии фитотерапии поддерживают даже как и мам с детьми также как и беременных так что да если будет такая такое желание будет если вам наверное контакты просто есть вот куда вам можно писать цена да через лавку гордеева или через краню сакральную можно через краню сакральную академию можно через лавку гордеев но мы не называем лавку здравница здравница гордеева ну раньше так назывался просто давно уже да раньше у нас было сознание на этом уровне вот а теперь поднялся А вы в Москве бываете? Да, я бываю в Москве. Мы бываем там обычно в октябре, в ноябре. Раньше мы приезжали два раза в год. Сейчас не получается. Очень много времени уходит на заготовки летом. Да, я мечтала бы у вас побывать на заготовках. У нас волонтерский лагерь работает летом. Все лето в глухом лесу собираются летные люди. В России проводим мероприятия, чтобы они могли познакомиться с травами, могли собрать, найти в природе их, увидеть, пощупать руками, понюхать, поговорить. Замечательно. У вас сборы все лето идут, я так думаю. Да, с июня по август. А сейчас травки не идут еще никакие? Идут. Сейчас первоцветный все идет. Мы березовый сок уже собрали, кленовый сок собрали. У нас фиалка трехцветная, вот прям смотрю, сплошным потоком. И много еще чего. И ванчик во все идет. Ванчик, да. Хорошо, спасибо. Я очень благодарна тем, кто пришел. Вот я не вижу, к сожалению, вопросов. А там, вы знаете, в чате есть вот какие-то вопросы. Да, 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 да. Как сочетать травы? Сочетать травы по выбору по своему. Вот если вы... У нас есть такой опросник, там примерно 200 вопросов, по которому мы, так скажем, формализуем состояние человека на данный момент. И мы его проговариваем вместе. И мы тогда выбираем те аспекты, которые мы бы хотели бы изменить. И вот для этого уже подобранного набора пожеланий мы собираем сбор. Вот. Так вот сочетаются травы. То есть придешь для, допустим, для мозга, да, в рамках венозного оттока, артериального притока или нарушения ликвардинамики. Потом дальше смотришь, как человек спит, в каком положении, какой у него фон, тревожный он или апатичный. Какой он? Вот. И туда докладываешь, любит ли он жизнь, или что у него в жизни получается, что не получается. Вот. Но я вам представила это с точки зрения вот такой вот личности. Вот. А когда мы работаем, мы работаем и чисто с физиологической точки зрения, на основе тех жалоб и проблем, с которыми приходит пациент со здоровьем, иногда с очень серьезными. И вот очень часто к нам приходят тяжело больные люди с хорошей такой, с большой медикаментозной загрузкой. И, конечно, с ними мы тоже работаем, начиная с мозга. И дальше уже поддерживая те органы и системы, которые пострадали. Много внимания уделяем качеству крови, качеству пищеварения, безусловно. Вот. Тому, что они едят, как они едят, что они пьют, как они пьют. Вот. Да, можно пройти, вот семинары я буду читать, если меня будет приглашать Крайнеосакральная академия, я буду читать семинары. Вот. В Петербурге наш адрес, Гороховая улица, дом 29, здравница Дравника Гордеева, около канала Грибоедка. Мы там уже 12 лет. У нас, кстати сказать, там отличный доктор работает, Марина Геннадьевна Бахова, фитотерапевта. Она закончила первый медицинский институт вместе со мной в Санкт-Петербурге. Она врач-акушер-гинеколог в прошлой жизни. Сейчас она отличный фитотерапевт. Я провожу в Стравнице Гордеева учебные курсы. У нас создан учебный центр. И есть врачи, которые работают с Михаилом Викторовичем уже больше 20 лет. И работают на приеме каждый день в течение вот этого времени. То есть 5 дней в неделю, с утра до вечера. Они работают травами. Вот это колоссальный опыт, это колоссальные знания. Поэтому все они источники знаний для тех, кто бы хотел получить и получить фитотерапию. Пожалуйста. Спасибо большое, что вы пришли. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...